на самом деле вот сейчас именно в 2021 году находимся в достаточно уникальной ситуации в мире такого не было практически с нулевых годов и здесь есть риск того что компании уйдут с американского рынка о возможностях не стоит кричать во всеуслышание но они уже есть здесь возникает вопрос что делать всем привет на связи максим петров я приветствую вас на канале москве где мы говорим о инвестициях пассивном доходе развития инвесторского мышления сегодня видео поговорим о том что ждет финансовые рынки осенью данный тип вопросов один из самых нелюбимого что будет с долларом через полгода что будет с конкретной акции в течение года что будет с финансовыми рынками друзья если бы кто-то это мог сказать стопроцентной вероятностью да то он бы наверное вряд ли это говорил в публичном пространстве если мы говорим еще раз отталкиваемся от миссии ценности нашего проекта и нашего канала то мы опять-таки о чем говорим мы говорим про инвестиции мы говорим про получение пассивного дохода от инвестиции и мы развиваем инвесторское мышление и в данном случае я ставлю целью не быть гадалкой да чтобы сказать что будет с акциями и что будет финансовыми рынками а просто показать ход своих мыслей чтобы соответственно вы также оперируя теми же аналитическими данными которыми оперирую я могли делать какие-то определенные выводы мы уже говорили в наших видео про последствия 1 2 3 порядка много про это было сказано и соответственно я хочу продолжить то есть что мы наблюдаем настоящий момент из разряда то что можно однозначно констатировать то что в любом случае приведет за собой определенные последствия и как эти последствия могут сказаться в принципе на спокойствие комфорте инвестирования средств которые осуществляют в первую очередь частный конечно же я хочу начать с того что сейчас вызывает всеобщее беспокойство это вопросы связанные с инфляцией тоже уже много мы про это говорили есть статистика статистика которая говорит нам о том что инфляция разгоняется абсолютно во всех странах что какие-то центробанки уже предпринимать для этого определенные меры там кто-то более жестко это делает кто-то пока что игнорирует это но если конкретные имена назвать то китай соответственно сейчас они уже сворачивают ограничивает ликвидность китайцы выбрали позицию что ребят если вы были неэффективны если вы были закредитованы вас спасать никто не будет все и вся не спасают предоставляя новые объемы ликвидности то здесь идет однозначно посыл со стороны регуляторов в первую очередь финансовых регуляторов в китае что мы не будем спасать неэффективные компании чем в принципе занимается федеральная резервная система сша наверно на протяжении последних лет трех-пяти и в этом есть здравый смысл что такое для компании для бизнеса для акционеров компании кризис до когда компания банкротятся это говорит о том что компания где-то просчиталась где-то она была неэффективна где-то она переправила с левериджем где-то она заблуждалась в будущих потоков где-то она прогадала с маркетингом то есть еще раз был организован бизнес этот бизнес привлек людей человеческие ресурсы привлел финансовые ресурсы привлек природные ресурсы и создавал товар с прибавочной стоимостью но определенный момент времени если компания банкротится что-то вот в этом производственном процессе она сделала не так но при этом она является некой такой связующей молекулы до которая связывает вот этот вот человеческий капитал природный капитал и финансовый капитал и соответственно если мы возьмем пример соединенных штатов америки то у них вот есть эти связанные капиталы финансовый человеческий и природные ресурсы да и соответственно они не дают возможности распасться ну то есть молекула жить не может она уже повреждена она не жизнеспособна но при этом она связывает да и получается что говорят китайцы китайцы говорят ребята но если вы неэффективны все взрываетесь уже скажите всем и до взрыв расчленение этого да то есть высвободит все эти три штуки то есть финансовый капитал будет потерян и это нужно констатировать ну потому что компания банкрот набрала обязательства не может выплатить обязательства и люди которые инвестировали в эту компанию они потеряют свои деньги но при этом одновременно что происходит в освобождении человеческого капитала и природных ресурсов или средств производства которыми владела это предприятие все равно на ее место придет здоровое предприятие здоровая компания или придет новая которая будет создана в этот период времени или придет которая уже существует но она более эффективно не использовала leverage у нее нормальная продуктовая линейка не там растут до под контролем хороший адекватный менеджмент и поэтому получается происходит некое такое высвобождение и в чем здесь мы получается что скорее всего мы будем наверное следующие 69 месяцев находиться в ситуации то есть в китае вот это высвобождение уже происходит да то есть они взрываются они банкротятся это неприятно это некомфортно кто-то теряет деньги но это нормально эта система кризиса очищения от неэффективных компаний в америке продолжают держать да то есть в америке куча компаний зомби которые в принципе держатся вот в этой ситуации да то есть они не разрываются по одной простой причине потому что низкие процентные ставки и доступ к ликвидности потому что федрезерв продолжает печатать деньги в итоге разгоняется инфляция и процентные ставки все равно будут вынуждены повысить ну другого ответа нету да когда повысит процентные ставки то есть если здесь вы делаете это постепенно то там это происходит некий такой резкий взрыв да то есть резкий выброс выброс человеческого капитала производственных мощностей компании банкротятся да то есть не исполняется финансовые обязательства здесь банки завязаны финансовый сектор и получается что там давление будет более как мне кажется опять таки давление будет более болезненным то есть за консервировали эту ситуацию да но там у вас раковые клетки они не жизнеспособны они только разрушают могут да то есть они уже ничего нового создать не мог получается что если говорить о том чего ожидать и как мировые центральные банки себя ведут на кого стоит обращать внимание кто хотя бы хоть как-то это регулирует потому что если сейчас кто-то очистится уже очистится да то есть уже кто-то обанкротится то там будет достаточно хорошо в этой сфере допустим очень нравится китай может ли он упасть еще больше да может упасть больше но если мы понимаем глобально да что что по факту происходит его можно потихоньку начать покупать является индивидуальной инвестиционной рекомендации нет не является что конкретно покупать опять-таки у меня нет достаточно экспертизы для того чтобы покупать конкретно называть какие-то конкретные имена вернее она есть у нас в проекте когда мы говорим про китайские компании уже появляются определенные истории можно говорить о том что их можно покупать то есть когда компания текущая рыночная цена компании в два раза меньше ее прогнозируемой выручки за следующий год это хороший уровень для того чтобы покупать друзья вы тоже должны понимать я не могу в публичном пространстве называть эти истории в публичном пространстве можно покупать и теф на китае здесь ничего не мешает концентрация индексов достаточно высокая все эти истории в принципе всем нам давно известны алибаба джиде ком тенсент байдут а то что можно включать свой инвестиционный портфель но здесь есть определенные риски связаны с тем что если мы говорим для российского частного инвестора то российский частный инвестор преимущественно да если эти операции производить через российского брокера как квалифицированный инвестор он покупает в на американской площадке да где компания торгуется в депозитарных расписках здесь есть риск того что компании уйдут с американского рынка и соответственно вы останетесь там с бумагами которые вам дальнейшем надо будет куда-то пристраивать и здесь вот первое о чем бы я подумал сейчас настоящий момент осенью 2021 года я бы как минимум подумал о том что стоит посмотреть на китайские компании можно в акциях китайских компаний совершать осторожные покупки я бы очень внимательно посмотрел на возможность открытия брокерского счета у иностранного брокера эксанта или интерактив брокер с тем чтобы покупать эти акции через гонконг сразу если акции уже куплены да то есть вы такой прошаристый инвестор и уже покупаете данные активы постарайтесь обезопасить себя чтобы у вас был открыт брокерский счет у иностранного брокера опять-таки имена названы с тем чтобы в случае негативного развития сценария вы могли бы эти акции перевести сами американского депозитария в нью-йорке в гонконгский депозитарий или уже прямо сейчас осуществить этот ченч да этот обмен более подробно о том какие китайские компании мы рассматриваем в качестве объекта для инвестиций а мы действительно в рамках закрытого клуба такие компании рассматриваем покупаем проводим аналитику и конкретно имена мы назовем на открытом съезде инвесторов которые мы проводили традиционно изначально только для участников закрытого клуба инвесторов но сейчас есть возможность абсолютно у каждого человека принять участие в данном съезде больше информации об этом съезде по ссылке в описании данного видео переходите изучать и поговорили про китай и о том что там есть привлекательные уровни для покупки и акции которые уже сейчас можно покупать что же мы можно сказать про америку в америке соответственно тоже сейчас складывается ситуация если до недавнего времени в рамках проекта миллион долларов за восемь долларов день я периодически покупал акции преимущественно российских компаний то в настоящий момент начинают задумываться над тем чтобы начать покупать акции американских компаний при этом когда люди задавали вопрос а почему россия не америка потому что америку нужно покупать доллар всегда укрепляется к рублю я считал что америка стоит дорого и мы на самом деле вот сейчас именно в 2021 году находимся в достаточно уникальной ситуации индексы то есть сами индикаторы американского рынка ценных бумаг обновляют максимальное значение и скорее всего там концу сентября будут достигнуты исторические максимум по индексам но если смотреть кто это делает за счет каких компаний есть такое понятие высокая концентрация индексов то есть 5-6 компаний фактически они могут тянуть весь индекс то есть если у нас одновременно сейчас акции фанк упадут на 10 процентов индексы санки 500 и nasdaq упадут там на 9 и 7 процентов то есть в s&p 500 остальные там 495 компаний никак не удержит этот индекс от падения хотя они на самом деле вот в настоящий момент есть отдельные истории которые отпадали очень сильно и как раз таки если мы говорим там про сектор опять хайпом является сектор зеленой энергетики солнечной энергетики электрокаров да то есть определенный хайповый проект биотехи куда все инвестируют опять если посмотреть допустим на компании нефтесервисные а если посмотреть на буровые компании я не то что призываю инвестировать в этот сектор но мы опять сейчас говорим больше про то как я рассуждаю как я мысля в этом секторе соединенных штатов америки настоящий момент уже проходит серия банкрот да то есть компании банкротятся компании не расплачиваются с акционерами кто-то теряет деньги на этом но при этом образуется вот это вот база бурового оборудования профессиональных сотрудников которые работали в этих компаний сырьевая база участки недропользования которые разрабатывали эти компании то есть это тоже все высвобождается высвобождается человеческий капитал до банкротства до финансовый капитал сгорел но с производственными ресурсами ничего не произошло и здесь имеет смысл уже сейчас присматривается к отдельным историям но нужно понимать что все достаточно непросто да то есть в этом секторе есть определенные лидеры можно посмотреть на долговую нагрузку и соответственно туда можно посмотреть уже более 50 процентов компании которые входят в индекс smp 500 в капитализации потеряли порядка 30 процентов мы вот люди да люди которые просто смотрят то индикаторы индексов этого ничего не видят а потому что нас apple опять растет amazon опять растет да то есть байбеки происходят то есть рынки растут а внутри акции падают и поэтому здесь тоже вопрос заключается в том что есть определенные истории которые уже для долгосрочного инвестора интересных покупки которые во первых уже скорректировались и не без основания но там достаточно высокие риски и для меня вот в текущей ситуации когда мы говорим о кризисах у кризисных явлений это не спекуляция это не игра на понижение это как раз понимание вот этого простого фактора до что кризис он всегда заканчивается тем что компании которые неэффективны они уходят с рынка в мире такого не было практически с нулевых годов то есть если мы посмотрим на политику центральных банков они боятся вот этого в освобождении финансового капитала потому что какое-то время какое-то время да еще большое количество безработных образуется да когда компания банк водится и поэтому хоть вот это вот предотвращает но вы этого предотвратить не может вы не можете больную клетку заставить стать здоровой да пока не появится новая клетка поэтому получается что должно быть очищение и вот на этом очищение как раз таки вопрос что можно зарабатывать а мультипликаторы ну это уже констатация факта да то есть если мы говорим о реальной доходности десятилетние облигации соединенных штатов америки имеет настоящий момент доходность там 1 и 2 1 и 4 то есть ожидаемая инфляция на пятилетнем промежутке времени составляет 2 и 2 2 и 5 до возможно она замедлится но вот будет находиться в диапазоне два с половиной три процента о чем говорит доходность десятилетних облигаций сша в 1 и 2 там 1 и 6 процентов вот в этом диапазоне колебаний это говорит о том что ваша реальная доходность поправкой на инфляцию является отрицательным то есть вы не зарабатывать вы не сохраняете деньги когда мы говорим о текущей дивидендной доходности индекса s&p 500 вот именно вот эта ситуация связана с тем что идет высокая концентрация индекса эти пять акций тянут рынок наверх но общая текущая доходность до находится там на уровне одного процента опять же о чем это говорит разумному инвестору разумному инвестору это говорит о том что если я сейчас покупаю просто индекс s&p 500 то на каждые вложенные 100 долларов я буду получать дивидендов 1 доллар а инфляция два с половиной то есть я не только не имею какой-либо положительной доходности от своих инвестиций я не имею в принципе премии за риск а премия за риск в акции американских компаний составляет четыре процента то есть разумно покупать акции американских компаний когда и доходность будет при текущей инфляции находиться в районе 67 процента вот норма доходности который должен предоставить а он дает один здесь возникает вопрос что делать ждать чего ждать многие говорят максиму ты ждешь ждешь да ты уже говоришь о том что ждать в долларах находиться нужно с четырнадцатого года но если мы понимаем что сейчас высокая и уже наверно в видео можно было назвать высокая концентрация индексов но как раз таки вот то что хочется сказать что пять компаний они держат индекс но внутри индекса очень много компаний которые уже упали и здесь соответственно разумный инвестор должен для себя выбрать во первых он может для себя выбрать историю связано с тем что подождать когда вот эти мастодонты тоже упадут ну то есть нет у нас таких кто не упадает когда будет ограничена ликвидности начнется рост процентных ставок но при этом сейчас если вы разумно если вы можете читать финансовую отчетность ну то есть неискушенному инвестору я бы сказал что ничего страшного в том чтобы посидеть в кэше по-прежнему я здесь страшного ничего не вижу подождать когда упадут мастодонты в китае уже по факту рынок акции упал мастодонты те же самые да они уже упали говорили они никогда не упадут концент никогда не упадет алибаба никогда не упадет упали упали там в пределах 30-40 процентов то есть вы можете купить уже эти активы со скидкой в 50 процентов ну 40 процентов хорошо это или плохо ну то есть еще полгода назад это было бы великолепно да сейчас никто не хочет покупать в америке соответственно если выбирать стратегию по америке здесь возникает вопрос вы тоже или идете смотрите какие компании уже упали и что с ними самое главное чтобы была низкая долговая нагрузка и достаточно маржинальность чтобы пережить даже разгон инфляции до трех процентов или дождаться когда упадут мастодонты теперь что касается россии давайте посмотрим если у нас такие мертвые молекулы да если у нас какова у нас политика регулятора в отношении таких компаний и в принципе в отношении монетарных вещей которые совершают центральный банк россии центральный банк россии повысил процентную ставку достаточно быстро и оперативно объективно друзья здесь нужно принять это за факт что процентная ставка была повышена очень быстро как только начали разгоняться инфляционные ожидания в стране и есть вероятность того что процентную ставку повысит еще на этом фоне соответственно ликвидность в россии ограничены вопрос много ли у нас неэффективных компаний которые нас занимали но дело в том что в наши банки как раз таки на если мы говорим о бизнесах основные компании которые зарабатывают они тем или иным образом связаны с государством то есть у нас таких независимых крупных холдингов самостоятельных не так много второй момент у нас все-таки преимущественно ситуация по прибыли для экономики в том числе для государства но основывается на ситуации вокруг сырьевых товаров и здесь нужно смотреть на глобальный контекст что у нас будет с потреблением в китае что у нас будет потребление в европе что у нас будет потреблением сша и в этом случае нужно понимать что происходит в китае в китае происходит очищение финансовые ресурсы подушки безопасности у самого правительства китая достаточно них есть золотовалютные резервы будет напряженность будет неприятно но перераспределение средств производства и ресурсов будет необходимо если они будут это делать проблема в америке еще только впереди на соответственно мастодонты должны будут упасть и здесь возможности открываются достаточно большие пока в такой сложившейся ситуации и при риске разгона инфляции в долларах в первую очередь у нас есть высокие шансы на то что сырьевые товары все-таки не упадут сильно в цене и россия будет каким-либо образом зарабатывать в одном из следующих видео на нашем канале мы поговорим о минусах акции российских компаний поэтому чтобы получить данное видео вовремя и в срок подпишитесь на канал щелкните на колокольчик чтобы получить уведомление о выходе видео поэтому продолжая тему друзья что ждать от россии у нас центробанк занимает жесткую денежно-кредитную политику как говорит сергей гуриев да мы не ждем кризиса что в россии все будет очень плохо но и ждать каких-то выдающихся роста выше среднем мировых тоже не стоит то есть это будет некий такой статус-кво нам не будет плохо нам не будет хорошо деньги для того чтобы финансировать государственные расходы будут деньги будут эти от экспортеров соответственно если цены на сырьевые товары будут корректироваться у нас будет происходить плавно девальвация рубля я не жду опять-таки что в россии будет что-то очень негативно вряд ли кто-то будет продавать россии потому что все кто хотел продать россию уже продали и поэтому там остались только самые или безбашенные инвесторы у которых нет проблем с санкциями которые сша накладывает или российские инвесторы остались которые владеют непосредственными акциями компаний российских то есть глобальная мировая инфляция будет поддерживать цены на сырьевые товары на высоких значениях если этого не произойдет если мы действительно увидим некий такую великую депрессию версии 2.0 цена сырьевые товары упадут но нужно ждать что в россии там единственный способ по-прежнему пополнять государственный бюджет заключается в девальвации рубля и это еще раз к вопросу о том что если там еще с четырнадцатом пятнадцатом году я говорил что америка стоит дорого нужно покупать россию то в настоящий момент слова переобулся не совсем правильно будет сказано здесь вопрос не переобулся а в понимании глобальном понимании да то есть если я понимаю что есть международные компании в китае которые обеспечивают мне привлекательную дивидендную доходность в валюте если есть хорошие качественные компании в америке которые при уже имеют привлекательную дивидендную доходности будут генерировать ее в будущем есть россия которая вряд ли будет расти а здесь будет происходить очищение в каких-то секторах уже произошло где-то еще не дошла волна уже есть истории которые нужно покупать именно об этом мы будем говорить в нашем открытом съезде инвесторов на котором собираются все участники закрытого клуба инвесторов макс капитал о возможностях которые предоставляют рынок и а рисках которые присутствуют и здесь сейчас еще наверное о возможностях не стоит кричать во всеуслышание но они уже есть риски увеличиваются и мы можем увидеть еще более низкие цены к этому нужно быть готовым и самое главное что неопределенность она очень и очень высока и шанс наделать очень много ошибок велик поэтому мы съезд проводим под неким таким девизом прочь от риска спокойствие надежность наше все и вот какие инструменты позволяют это обеспечить мы как раз таки поговорим на съезде если вам интересно принять участие в съезде ссылка под данным видео проходите регистрируйтесь до встречи на съезде рад буду лично познакомиться повстречаться с каждым из тех кто проявит такое желание друзья напишите в комментариях доля акции каких стран в вашем портфеле сейчас наиболее высокая через дробь вы можете написать сколько у вас доля акции американских компаний китайских компаний и российских компаний мне будет крайне интересно это почитать не забудьте поставить лайк на связи был максим петров и до свидания и удачи а